Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас с вами сегодня пресс-конференция с экстрасенсом, участником битвы экстрасенсов 14, Денисом Малаховым. И тема нашей сегодняшней пресс-конференции такая. В Одессе победит на выборах новая сила, а в Украине установится диктатура. Поэтому мы пригласили Дениса и решили сделать вот такой прогноз на предстоящие выборы. Давайте мы сделаем форму предсказания, что начнет на этих выборах. То есть будут ли какие-то сюрпризы, будут ли какие-то обстоятельства, которые позволят говорить о том, кто придет в власти. Вы хотите только по выборам по Украине всей полностью, правильно понимаю? То есть какие-то сюрпризы? Ну да, нас волнует, конечно же, Одесса, но как-то там говорить обособленно об Одессе сейчас не приходится. Ну если взять, допустим, код Киев, да, вот как вот, идут картинки, то есть я буду ассоциировать это с картинками, потому что у меня как обычно картинки приходят, да, и я как-то их, ну пытаюсь правильно скорректировать для того, чтобы дать полностью нормальный ответ. Лица с тяжелой такой, как прикрытой хорошей маской, да, то есть как бы человек с прикрытой хорошей маской. Как вы эту партию не назовете, все равно те же лица в этой партии, то есть и ничего не поменялось по сути, то есть и то, что будет опять же на выборах в Киеве, ну это как хороший как бы рекламный ход, да, то есть с разными там названиями разных, ну абсолютно, но лица, которые за ними стоят люди, это опять все известные люди и ничего нового там не будет. Остаются ли выборы на оккупированных территориях согласно милинским соглашениям? Это чужая территория и уже там как бы все решено, ну вот по сути, да, то есть как вот у меня показано, что вот, ну как вот, что-то устоялось, да, то есть какие-то, оно все равно не состоится, просто вот эти наши вот эти движения как бы, вот вы понимаете, мы попробуем что-то для вас сделать, все-таки вы подумайте, то есть хотя ничего там никто думать не будет, это чисто как опять какой-то рекламный ход. Сильные, серьезные скандалы нас ожидают на выборах в Одессе или в Украине? В Украине, да, будет и в Одессе тоже такое будет, то есть единственное, вижу мужика на коне садиться два раза, так я понимаю, это, скорее всего, Порошенко два раза залезет на трон, знаете, как вот забег лошадей, картинка такая вот, бегут лошади, да, и молодая такая лошадь быстро-быстро на старте, такая раз, и где-то в середине сдохла, а все остальные такие медленные клячи, ну медленно, но уверенно, дошли до финиша, то есть это будет такая же картинка у меня с отцыграют, то есть я так понимаю, что может быть новая, что-то захочет быть, то есть она что-то вылезет, как что-то может быть, причем это будет, скорее всего, в Одессе. Но до финиша не добежит. Да, но до финиша не добежит, то есть это середина пути, то есть она как бы будет, может так вот себя показывать, вот смотрите, я такая вся хорошая, но до конца она не добегает. У нас в СССР демократия, или все-таки мы пойдем к диктатуре больше? А где вы хотите? Это в Украине или в Одессе? Как вы хотите? Где, чтобы оно лучше было? Ну, в Украине, опять же, ничего не поменялось. Могу привести пример с Майданом. Это называется отвод глаз. То есть для того, чтобы делать какую-то яркую картинку, да, все равно ничем это не решилось. То есть это просто сделали... То есть до Майдана, по сути, это бы человек не зашел бы в власти. То есть не было столько у него ярких, допустим, событий для того, чтобы он что-то сделал, где-то что-то показал, да. Кроме того, что он имел фабрику Рошен, по сути. И он бы туда не залез бы физически в априори. Но так как, допустим, был переворот, то это просто сыграло кому-то на руку. Вот и все. Все как обычно, ничего не поменялось. А вот в компаниях, которые будут сейчас делать депутаты, будут какие-то сюрпризы? Или они пойдут обычно, стандартно, скучно, как вы считаете? Конечно, да, как обычно все. Бумажки, как обычно, раздаются копачками. Подписывание бабушек, дедушек. То есть как вот картинка идет, вот когда вот кто-то приходит, да, иду бумажку, там, как бабушкам, двери показаны. И кто-то там за гречку, как обычно, за 100 рублей это все подписывается. То есть ничего не меняется как бы в концепции вообще. Да, эти ожидаются ли в Одессе подобные вещи? Какие-то что-то такое будет. Ну, опять же, насчет жертв, как бы, с удовольствием, чтобы их не было, но я не буду об этом говорить вообще. То есть взрыв вижу, причем это здание. То есть это не какая-то будка какая-то, да, там, какой-то бодискав, какой-то, это четко взрыв. То есть, и это именно здание. Говорить о том, что я ему чем-то бы помог, допустим, или, допустим, где-то с кем-то сфотографировался, и там еще где-то какая-то фотография, может быть такое тоже, разным политикам. Но еще не признается того, что я именно помогаю ему влезть к власти. То есть я в политику не лезу вообще. То есть вот антимайдан участников их будут депротировать на территорию России или не будут? И если до сих пор ничего не решилось, пошло реально ход работать, да, то я думаю, что еще столько времени тоже ничего не будет. Это все отвод для глаз. То есть то, что они делают с большими такими масштабами, это все как бы действительно какой-то отвод для глаз. В прошлый раз вы говорили о том, что отношения Украины на Россию пойдут на сближение. То есть эти сразу начнут сближаться, военные действия окончатся. Я не так сказал, я... Можете прокомментировать? Я не вижу смысла с ними воевать. Зачем воевать, когда можно договориться. А когда это разгорается, значит это кому-то выгодно и интересно. Помириться должны и на это надо. Но я не говорил, что оно так и будет. То есть все равно вопрос будет времени и техники. То есть по той же... За всю Украину стать не могу, но за отдельные республики странные, посмотрите, они подружатся. А каким, на ваш взгляд, будет развитие отношений между Украиной и Россией в ближайшем будущем? Значит, то, что война, допустим, будет, да. То есть я имею в виду то, что... Я говорю, то есть это дележка имущества, по сути. То есть ничего не поменялось. То есть опять же, это чисто дележка имущества. То есть опять же, если бы это хотелось бы решаться в серьезных каких-то, да, то есть когда мне спрашивают, вот, типа, вот, Украина... Я не ту сторону принимаю, не ту. Я смотрю только по картинкам. Если надо было, чтобы Крым, допустим, был наш, да, то есть когда мне спрашивают, конкретно вопрос, как Крым, я говорю, не будет она никогда наш. То есть можно было с Крымом сразу отрубить руки, по сути. Никто не захотел. Вот и все. Значит, это кому-то было выгодно. Другими словами, вы говорите, война в Крыму не будет. Или неизбежна? Она не будет, и Крым не будет у Украины. Я не вижу ее на нашей карте. Я многие страны не вижу на нашей карте, я больше скажу. Можно сказать, вы еще долго год, и я ценю премьеру. Поменяется ли правительство? Мы в свое время на эту тему тоже мы говорили на поводу ее ценника. То есть это будет второй вариант Сашгар-Сюля. То есть никто никогда не уйдет. Мештат-то то же самое, фразу сразу стала. Никто не захочет уйти с своего места, то есть оно накормлено, оно вкусное. Но вот все те политики, которые сегодня у власти, вот интересно, продолжая вот ваш предупреждатель, они рано или поздно все равно уйдут и расстанутся с ней, да? Так вот, мне интересно, вам ничего такого не видно? Они все уйдут спокойно? Да, либо же все-таки кто-то уйдет так, что очень громко? Нет, громко будет. Громко будет, там только одно дело. Именно громко, то есть она будет яркая, насыщенная, один человек. То есть тот, кто сейчас у власти, он уйдет, кто очень громко? Уйдет очень громко, громко. Да, как получилось с Януковичем. Вы говорили, что в Аркадии произойдет что-то такое. То есть это незаконная стойка? Да, может что-то быть. Вот, так вот, вот этот пожар, это оно или это не оно? Мы можем посмотреть на наши склоны еще раз. Они в безопасности, мы можем успокоить одесситов. Я как говорю, так и говорю. Ребята, не стоит скуплять пока склоны. Оно будет, я говорю, просто вопрос времени и техники. Я же говорю, то есть оно все равно ружит, вы что, не понимаете? Вот вы сбежаешь людей, люди все равно там, не скупляют, все равно какие-то дела, бежать. Зачем? То есть оно, опять же, природа есть природа. То есть она все равно будет делать то, что она делает. Я уверяю, что в течение, допустим, даже этого месяца осенью именно или ноябрь, или октябрь. Почему-то холодно, то есть такая холодная погода. И будет опять какой-то, как типа усиление ветра, штурм. И опять какое-то здание полезет от нас вниз, причем так лихо. Кого-то вы наверное видите. Нет, я же говорю, я только вижу, что этот человек уже был в власти. Я понимаю, что может быть он тоже залезет еще раз. В прошлый раз вы говорили, что придет военный корабль российский. Так и было, потому что был выслан для наблюдения за учением. Будет ли что-то подобное корабль и самолет? Нет, мы уже посмотрели, уже неинтересно. Пожалуйста, а в рамках выборов и после выборов, период после выборов, как у вас любая руководство области? Сейчас объясню, то есть у меня, то есть это как вот, он сейчас вроде есть, да, вот взялся ниоткуда, и даже сам он идет никуда. То есть опять, ну может уйти в Киеве, то есть как бы по сути у нас его, ну по сути я не вижу, честно. А он в Украине возобновится экономический рост? А он в Украине возобновится? Ну я очень хотел бы, конечно, что он возобновился, конечно, но очень зомневаюсь, что он возобновится ближайший год. Были у меня сложности со структурами, я не буду называть какими и где, то есть были звонки, и говорят, слушай, ты или держи язык за зубами, или как-то более аккуратнее говори, потому что ты сильно берешь, как танк. Ну я понимаю, что все не хотят это слышать, понятно, что никому это не выгодно, но, к сожалению, я говорю как есть. Внешнее воздействие, какую-то инфекцию на нашу страну, на нашу территорию? Оно пробежится по всем уголкам Украины всей, оно пробежится везде, оно везде пробежит по всем уголкам, я не знаю, как это объяснить, то есть оно будет как вот Украина, да, то есть делится карта на кусочки, так же самое оно как-то вот тут-тут-тут-тут-тут, то есть я не знаю, что это будет, может быть, не глобальное что-то, но по каждому государству пробегутся. По каждой области? Да, то есть, допустим, вот, если брать, допустим, Киев, это середина, да, допустим, вот наша, да, центр, то здесь, допустим, вот у меня картинка идет, что-то вокруг, да, но как-то вот как-то косвенно все равно оно бежит, картинка меняет, то есть ты понимаешь, что воздействие будет все-таки с каждой стороны. Благодарю, большое спасибо. Ура. Будем думать. Субтитры подогнали Симон.